Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Мигу и сегодня видео которому я очень ответственно подхожу, поэтому оно и выходит дня на 2 позже чем надо. Видео на которое я задрачу очень много сил и времени, так что сразу вы должны оценить лайком. В общем сегодня мы поговорим про эволюцию игр FIFA. Я думаю серии игр FIFA не нуждается в представлении, это серия симуляторов футбола, которая разрабатывается в студии EA Canada, которая входит в состав корпорации Electronic Arts. Поэтому игры издаются под брендом EA Sports, это божественная заставка EA Sports, it's in a game. И каждый год, сами мы прекрасно понимаем, выходят новые издания, включающие в себя изменения, которые произошли в футбольном мире за год. А вот обо всем поподробнее вы услышите в ближайшие 10-15 минут. Так что присаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, кофеек, берите всякие печеньки, вкусняшки, чипсы, все что вам угодно и поехали. FIFA International Soccer. Именно так называлась первая игра в серии FIFA. Также встречаются названия EA Soccer и FIFA 94. Игра была выпущена в канун Рождества 1993 года и принесла революционный для того времени вид 3 четверти, в то время как в других играх использовался лишь вид сверху. В игре присутствует национальный сборный стран, но с вымышленными именами. Одним из самых часто используемых способов забить гол был удар головы после того, как вратарь соперника выбивал мяч от ворот. Для этого надо было встать в шаге от мяча и в тот момент, когда вратарь выбивал мяч, нажать на удар. Футболист подпрыгивал и головой забивал мяч в пустые ворота. FIFA Soccer 95. В игре использовался тот же движок, что и в прошлой части, но были добавлены клубы в 8 национальных лиг. Бразилии, Германии, Италии, Испании, Англии, Франции, Голландии и США. Да, большинство игроков были взяты из состава сезона 1993-1994 годов. Имена все еще оставались вымышленными, но зачастую угадывались их реальные прототипы. Знаете, как это сейчас в современных всяких мелких футбольных играх на мобилках, где не линцензированы ни клубы, ни футболисты, но там вот коверкались фамилии буквально вот гласным буквам, да, но все равно узнавались прототипы. Вот примерно что-то наподобие такого вот с этого сортовала FIFA. FIFA 96. Впервые в игре для версии платформ Sega, Saturn, PlayStation, 32X и ПК использовалась технология виртуального стадиона, внедряющая в игру 3D графику. Также впервые появились игроки с настоящими именами и позициями, соответствующими их реальным прототипам. Ну поэтому мы с вами в этом году празднуем юбилей. 25 лет, как в FIFA, появились настоящие имена и позиции. Ну, как бы, действительно. Вот. Это, конечно, шутки шутками, но тем не менее, все равно. FIFA 97. В FIFA 97 включен режим игры в футбол в помещении, а также использованы полигональные модели игроков с использованием технологии Motion Capture. Увеличено количество команд и лиг, за которые можно выступать. В игре появились комментаторы Джон Модсон и Энди Грей. А вступление к матчу озвучивал Дэс Лайном. FIFA 98. Road to World Cup. В этой части игры были сделаны значительные изменения. В частности, получил значительное улучшение графический движок игры. Появилась возможность редактировать команды и отдельных игроков, используя внутренний игровой редактор. В игре появились 16 разных стадионов, улучшен искусственный интеллект и добавлен режим Road to World Cup, включающий в себя все лицензированные национальные команды, члены FIFA. Был также представлен лицензионный саундтрек к игре, включающий в себя песни популярных на то время исполнителей. Одной из наиболее заметных и важных особенностей игры стали составы команд. У каждой сборной был правильный состав, включающий в себя даже игроков резерва или игроков, хоть раз сыгравших в отборочном турнире. Эта игра была последней из серии, вышедшей на 16-битных консолях. Ну, Road to World Cup, я думаю, в представлении не нуждается. Это Путин чемпионат мира 98-го года. Стандартная процедура, которая в последующих частях FIFA регулярно делалась. Но, представляете, вот 97-й год, и тогда вот это все, правильный состав команды, игроки резерва, это был космос, это была пушка-бомба просто. Сейчас, я тебе не удивлюсь, но тогда, 20 лет назад, даже больше, это была новинка. В FIFA 99 появилось множество новых лиг, что поспособствовало хорошим продажам игры и увеличению популярности. Также были значительно улучшены графическая составляющая игры, анимация персонажей, уникальные формы команд и их эмблемы. Игрокам позволяло создавать свои собственные турниры и выбирать команды, которые будут в них участвовать. В игре присутствует режим Европан Суперлиг, это Европейская Суперлига, включающий в себя 20 лучших команд Европы, которые сражались друг с другом в большом групповом турнире. То есть, представляете, многие сейчас в качестве эксперимента в FIFA, да, как раз собирают все лучшие клубы мира, вот в одну лигу, и делают, и смотрят, кто из них, как бы, самый топовый. А тогда, 22 года назад, это было уже встроено в игру, и ничего не надо было создавать, не химичить. Все уже там было. FIFA 2000. Быстрый и простой геймплей создавал ощущение аркадности, что не могло не радовать игроков. Впервые в игру была включена футбольная лига США. В то же время во многих лигах все еще присутствовали нелицензированные игроки. В геймплее новинкой стала система пасов, когда определенные кнопки отвечали за пасы определенным игрокам. Также появилось графическое отображение силы паса. Красный цвет обозначал, что пас, скорее всего, будет перехвачен. Желтый, что шансы 50 на 50. Зеленый, что опасности потерять мяч практически нет. В игре присутствовали специальные классические команды из прошлого. Например, состав Real Madrid с составом 50-го года. Или сборная Бразилии времен 70-го года. Существует бета-версия игры для приставки Nintendo 64, которая так и не появилась на свет. От, тоже. 20 лет назад все дело было. Все это было включено. То есть, вот эта система пасов. И графическое отображение силы паса. Ну и классические команды из прошлого. Тоже это было еще тогда. И, кстати говоря, забавный факт. FIFA 2000 стала первой игрой, которая вышла, ну скажем, по всем канонам последующих игр FIFA. Она вышла осенью. Она вышла 26 октября. Потому что предыдущие части, о которых я вам только что рассказывал, они выходили в июне, в июле. Они выходили летом. А вот дальше все уже игры будут выходить осенью. Как и положено. FIFA 2001. В этой игре жизнь кипит не только на поле, но и вокруг него. Зрители, тренеры и запасные бурно реагируют на происходящее. По нему движутся облака. Освещенность меняется в зависимости от времени суток. Футболисты выглядят как живые. Да. Каждый из них похож на свой реальный прототип не только внешне, но и пластики движений. И даже по стилю игры. Благодаря новой системе скелетной анимации, спортсмены могут выражать эмоции посредством жестов и мимики. 20 лет назад. Я вас умоляю. Причем по нему движутся облака. Это был тонкий намек на то, что я вам говорил примерно год назад. Что в песе могли добавить меняющуюся погоду. Что ты играешь матч, у тебя за 90 минут игрового времени снег, дождь, град, гроза, солнце, туман, все что хочешь. Вот здесь, по-моему, это был намек, судя по тому, что по небу движутся облака. FIFA 2002. Ставка сделана на три основных фактора. Командная игра, командная тактика и достоверное моделирование реальных футболистов, учитывающее и внешнее сходство и стиль игры. В общей сложности были представлены 16 лиг, 450 команд и 10 тысяч игроков, а также смоделированы реальные стадионы со всеми их особенностями и болельщиками. Также в игре возможно создавать свою команду, лигу и игроков. Про FIFA 2003-2004 ничего не могу сказать. Тут, в принципе, слова излишни выходили, а не в середине октября 2002-2003 года, соответственно. Мне больше нравятся слоганы. FIFA 2003, слоган, будь 12-м игроком, а FIFA 2004 создать блеск. FIFA Football 2005. В игре представлен режим создания игрока, а также улучшен режим карьеры. Самой большой разницей по сравнению с предыдущими играми в серии является включение сенсорного геймплея. Впервые была полностью лицензирована Мексиканская Лига. Ну и самое интересное, хотя далеко это не финал еще, видео будет очень долгим, так что запасайтесь сразу всем. FIFA 06. FIFA, с которой для меня все начиналось. Это была моя первая FIFA на компьютере. FIFA 06 был представлен усовершенствованный режим карьеры. В нем присутствует работа со скаутами, переговоры со спонсорами и заключение продления контрактов плюс аренда. Интересной особенностью является так называемый магазин болельщиков. В нем можно открыть за накопленные баллы стадионы, игроков звезд, новые мячи, формы, бутсы и многое другое. И клубы там были, все в правильном переводе. А названия по типу город, мужчин и мужской союз были обладатели неверного перевода в пиратских версиях. Вот с чем я и столкнулся, что город мужчин это Манчестер Сити, а мужской союз это Манчестер Юнайтед. С этим я сталкивался, это нормально. Я привык так. FIFA 07. Основные отличия от предыдущей игры. Новая функция. Интерактивные лиги. Добавились новые стадионы у Эмбли и Эмирейтс. Турецкая суперлига возвращается после 7 лет отсутствия в серии. Версия для Xbox 360 использует совершенно новый движок игры, который был создан с нуля. Впервые игра этой серии полностью переведена на русский язык. Виртуальные матчи комментируют Василий Уткин и Василий Соловьев. Блестяще. Стиль игры и фирменные финты скопированы со знаменитых игроков. Игра получила более логичный и точный механизм передачи пасов и позиционирования игрока на поле. Соперники активно теснят друг друга и сталкиваются в прыжках. Мяч имеет более реалистичную физическую модель. Я вас умоляю. Даже вот тогда, больше 15 лет назад. Все это было то же самое. Что тогда, что сейчас. Все говорят, мяч имеет более реалистичную физическую модель. Ага, хренолысо. FIFA 08. В FIFA 08 введен новый режим игры. Be a pro. Будь pro, если бы. Для тех, кто не очень в ладах с английским. В которой игрок управляет только одним игроком на поле. Ну, типа стандартной карьерки. Нашей, за игрока. В этой части впервые появились чемпионаты Ирландии и Австралии. Версии для платформ Xbox 360 и PlayStation 3 используют усовершенствованный движок игры с улучшенной графикой, разными комментаторами и хорошим озвучиванием. Все остальные платформы, включая ПК, используют старый движок. Версии игры для Nintendo DS из-за ограниченного объема носителя уменьшено количество команд, стадионов и режимов игры. FIFA 09. В FIFA 09 были внесены изменения в расчет силы футболистов. При каждом действии игрока, будь это или удар, или борьба за мяч, рассчитывается его сила, применяемая именно к этому действию. Причем она будет зависеть не только от его навыков, но и от веса, и от роста. При таких расчетах нельзя быть уверенным, что сильный защитник выиграет 100% единоборства, делает игру более интересной, непредсказуемой и приближенной к реальности. А у нас сейчас эту уверенность, что сильный защитник выиграет 100% единоборства, она нулевая, потому что в FIFA по поводу этого начинается дикий рандом. Появилась особая функция игры в версиях для ПК, Xbox 360 и PlayStation 3 под названием Adidas Live Season, в котором специальная команда футбольных экспертов отслеживает изменения формы игроков различных лиг и еженедельно переносит эти изменения в игру, в результате чего виртуальные копии футболистов будут выступать так же, как и реальные прототипы. Эта функция доступна для Лиг Германии, Англии, Франции, Италии, Испании и Мексики. Впервые пользователи могут приобрести дополнительных комментаторов на разных языках из PlayStation Store и Xbox Live Marketplace. Вот, это как раз та функция насчет изменения формы игроков, это как раз то, чего я никогда не проверял, никогда с таким не сталкивался, ну просто потому, что это как бы в лицензии. Я, как бы, человек простой, скачиваю пиратку и жить прекрасно. Едем дальше. FIFA 10. В FIFA 10 присутствует 50 стадионов и 31 лига, среди которых впервые появилась российская премьер-лига, за исключением PlayStation 3 и Xbox 360. И я тут резко вспомнил, что я однажды, когда еще играл в FIFA 06, я скачивал версию FIFA 06 с инета, чтобы там была прям российская премьер-лиг, чтобы прям было все прям чётенько. Игровой процесс расширился большим количеством дополнительных возможностей, таких как борьба за мяч в воздухе, новая система ударов и выхода вратаря, но совершенно не изменился в корне. Недостаточно разработанная физическая составляющая сохранилась. Игроки все так же двигаются в 8 направлениях, а мяч ведет себя абсолютно непредсказуемо. Появилась возможность управления мыши. Ну, как бы уже 10 лет назад все говорили, что не изменилось в корне ни США. Вот, как бы спустя 10 лет тоже ничего не меняется. FIFA 11, на мой взгляд, это первая FIFA, которая по графике, по футболистам, по движку была приближена, ну, скажем, для стандартной для меня FIFA 14 и тому подобное. Новая технология, включающая специальные базы данных и физическую модель, предоставит игрокам свободу в управлении игрой, возможность свободно перемещаться по полю и выполнять сложнейшие удары. Также с ее помощью будет реализована отработка столкновений между футболистами. Физическая модель игры использует новую систему просчета столкновений, что помогает вести более разнообразную, интересную и менее предсказуемую борьбу за мяч. FIFA 11 использует виртуальные модели игроков. 62 различных стадиона и меню с поддержкой мыши и клавиатуры для быстрой и удобной навигации. В третий раз английскими комментаторами стали Мартин Тайлер и Энди Грей. Русскую версию озвучивают Василий Соловьев и Юрий Розенов. Для всех знакомые комментаторы, а для меня так в том числе, так как я после FIFA 06 играл исключительно FIFA 14. И все. Там эти комментарии просто мне в душу запали, я их почти уже сейчас могу спокойно процитировать все их фразочки наизусть. FIFA 12. Впервые версии игры для ПК, PlayStation 3 и Xbox 360 созданы на основе единого программного ядра с одинаковым набором функций. Впервые игра была официально портирована на Mac OS X. FIFA 12. Первая игра в серии с арабскими комментаторами. О-хо-хо-хо! Да, такое нововведение еще просто арабские комментаторы. Кому ни нафиг сдались. Ну, кроме самих арабов, конечно. FIFA 13. В FIFA 13 появилась Саудовская Премьер Лига. Впервые в серии будет представлен арабский футбол. В русской версии FIFA 13 матчи комментируют все так же Юрий Розунов, Василий Славьев и новичок, который будет действовать у громки поля, Александр Логинов, победитель конкурса комментаторов про Владимир телеканалом Россия 2. Знаю такое сейчас на матче ТВ, по-моему, новости ведет или что-то такое, если я не ошибаюсь. И вот оно, самое мое любимое, то, что греет мне душу больше всего. FIFA 14! Хе-хе! С которой для меня все начиналось. Ну как, я играл в FIFA 14 сначала на планшетнике, потом перешел на компьютер на FIFA 06, ну и потом опять FIFA 14. Поэтому FIFA 14 для меня это, можно сказать, первая игра, в которую я поиграл. FIFA 14 впервые перейдет на консоли восьмого поколения PlayStation 4 и Xbox One. В версии игры для этих платформ используется новый движок под названием Ignite. В этой игре появился режим под названием совместные сезоны, где любой игрок может принять участие в сетевой игре 2 на 2, объединившихся со своим другом против двух других игроков и вместе вывести команду в первый дивизион. В FIFA 14 полностью лицензировано 19 бразильских клубов и сборная России, чемпионат Польши, экстракласса и национальная сборная страны. До этого момента польский чемпионат присутствовал в игре под вымышленным названием Польска Лига и не имел лицензирования. Из новых лиг в игре добавлена Лига Чили, Аргентинская Премьера Дивизион и Колумбийская Лига. В игре появился первый украинский клуб, Донецкий Шахтер и его стадион Донбасс Арена. FIFA 14, ты со мной в сердечке навсегда. FIFA 15 на ПК получила новый движок, это очень заметно, который стал больше уже похож на современный. Ну как бы это было 5 лет назад и поэтому это современно. Но вот мне кажется, что серию игр FIFA можно разделить на несколько частей. Типа там FIFA 94, там FIFA 01, 02, что-нибудь такое. Дальше FIFA 03, FIFA 9, например. Дальше FIFA 10, FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16 и FIFA 17, FIFA 20. То есть вот так, ну по движкам, по изменениям сразу визуальным. Так вот, FIFA 15 на ПК получила новый движок, который разрабатывался специально под новое поколение консолей PlayStation 4 и Xbox One. FIFA 15 полностью лицензирована итальянской серией А, а чемпион Бразилии отсутствует. Помимо этого в игру спустя несколько лет вернулась турецкая футбольная суперлига. Впервые в серии присутствуют все 20 стадионов английской премьер-лиги. Кстати, я играл в Замачистер Юнайтед и этого не проверил. Я сейчас вот играю в карьерку в Замачистер Юнайтед, но я проматываю половину матчей, больше половины, поэтому не могу заценить, все ли стадионы английской премьер-лиги есть или как. Мне жалко турецкую суперлигу и бедную болтает ее. То она снова в FIFA, то ее на пару лет опять выкидывают. Мне ее жалко, честное слово. FIFA 16. В FIFA 16 впервые за всю историю серии появился женский футбол. Это, наверное, главное нововведение. А, нет, извините, главное нововведение в FIFA 16. Это фуддрафт. Наш любимый фуддрафт, к которому нужно будет выбрать схему и наиболее подходящего игрока из пяти случайным образом выпавших футболистов на каждую позицию. А также сродиться с соперниками в серии из четырех поединков, чтобы получить награду в наборы. Помимо этого, в FIFA 16 добавлены новые клубы и сменились в российской версии игры комментаторы. Это, на мой взгляд, лучший дуэт комментаторов Георгий Черданцев и Константин Геевич. Ну, сорвать. Признайтесь, все их любят. И, на мой взгляд, чем могут выделиться FIFA 15 и FIFA 16? Поломанные лонгшоты. Ты хреначишь центрополя. И к вратарю большие вопросы. FIFA 16 я сыграть не могу, потому что она как бы платная, ее никто не крякнул тогда. А вот FIFA 15 я играю. И там, действительно, к вратарям иногда огромные вопросы. И поэтому тут поломанный лонгшот и это спокойно центрополе кладешь. FIFA 17. Впервые в игре появился сюжетный режим «История», в котором вы сможете пройти свой собственный путь в роли восходящей звезды английской премьер-лиги Алекса Хантера. Можно будет играть за любой клуб премьер-лиги под руководством настоящих тренеров. Ну и FIFA 17 для меня это то, с чего начинался YouTube. Я не снимал FIFA 17, я это осмотрел. И на меня, я не знаю, произвело неизгладимое впечатление карьера Локи за «Зенит» FIFA 17. Как эти формы, как эта графика, все это было, мне тогда это мозг взорвало просто. FIFA 18. Анонс состоялся 5 июня 2017 года. На обложке изображен португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за мадридский Реал. Эван и как. Ну и что могут говорить? FIFA 17 и лонгшоты летели тоже бесподобно, но они были не таким рандомным, как в 15-16. Они были прям пушка. FIFA 18 я вот играю, просто решил пощупать, думаю, чем она отличается. Ну тоже, в принципе, лонгшоты очень хорошие здесь. О, FIFA 19. Как ее хейтят. Ой, мамочки. Анонс состоялся 9 июня 2018 года. На обложке вновь был изображен португальский футболист Криштиану Роналду и выступающий за итальянский Ювентус. Однако в феврале 2019 года на обложке вместо португальца появились бельгийц Кевин де Брюйне, аргентинец Пауло Дибало и бразилец Неймар. В игре впервые была представлена китайская лига, но для нас самая главная потеря, это из игры исчезла российская премьер-лига. Но, несмотря на это, в игре присутствует три клуба из России, Локомотив, ЦСКА и Спартак. И появился первый стадион, открытие арены. Также в игре представлены все турниры UEFA. Ну, как в Песе, том же, допустим, 16-м, в которой я тоже играю, есть там. Отдельный турнир ты можешь пройти Лига Чемпионов, отдельный турнир Лигы Европы. Все хорошо. FIFA 20, которую никак крякнуть не могут. Анонс состоялся 13 июня 2019 года. На обложке стандартного издания будет Эдэ Назар, выступающий из Реал Мадрид. На обложке Чемпионс Эдикшн будет изображен игрок Ливерпуля Виджил Ван Дейк. Главным нововведением, даже возвращением, является FIFA Вольта. Этот режим просто вот ждали все. Этот режим будет включать в себя мини-футбол. В режиме карьеры можно создать игрока любого пола и довести его до мини-футбольной вершины. Главным событием является Чемпионат Мира FIFA Вольта в Буэнос-Айресе. В быстром матче можно выбрать стадион, на котором будет проходить матч. В количестве игроков 3 на 3 без вратарей, 4 на 4 и 5 на 5. И какие профессиональные клубы будут играть в этом матче. Также ряд эксклюзивных российских клубов. Компания Спартаку пополнит Локомотив и Зенит. И частичную лицензию будут иметь ЦСКА и Краснодар. Но опять РПЛ-ки нет. Это мы все прекрасно знаем. А также, что самое отвратительное и обидное, что ее не могут крякнуть. И поэтому я сижу мучаюсь и качаю все составы, рейтинги и тому подобное. На FIFA 19, как это 20. Тупо чем я занимался в первые 2 года ютуберской карьеры. На FIFA 14 скачивался модель. 18, 18 и тому подобное. Ну вот, в общем, мой мега длинный рассказ, который длится около 20 минут, уже окончен. И кто дослушал и досмотрел это видео до конца, вам огромный респект за то, что вы терпели меня столько времени. Ну, надеюсь, что вам было интересно послушать и увидеть, как менялась FIFA за 25 с лишним лет. Ну и хоть кто-то мне говорит, что я профукал свой канал, свой актив только благодаря FIFA. Но, тем не менее, FIFA была, есть, будет моей любимой игрой. И, но, к сожалению, я пока что не рискую выпускать ее к себе на канал. Но только если в таком виде. Есть еще вариант эксперимента, но это нужна 20-ая FIFA. Можно эксперимент, нет, можно карьеру, но тоже 20-ая FIFA. Этого всего у меня нет, поэтому без FIFA. В общем, спасибо вам огромное за внимание. Поставьте обязательно лайк, потому что я посмотрел по статистике. Там около 70% смотрят меня без подписки. Это кошмар. Такое ощущение, как будто вы отдаете последние свои гроши за то, чтобы нажать на красную кнопку подписаться и поставить на колокольчик. Ребят, ну, 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 имеете, включайте мозги, как говорится. Как бы это бесплатно, это выбор каждого. Но вам-то не сложно, а мне очень будет приятно. А также мне невероятно приятно будет, если вы поставите лайк под это видео. И расскажете своим друзьям об этом видео. Всем спасибо С вами был как всегда Миго Всем до скорой встречи Пока-пока